В Довольном открыли подвал, где нет ржавых трупп и прочих коммуникаций, зато есть книги и чайные столики. Вниз по лестнице спустилась Светлана Бореева. Деревянные стеллажи, на которых удобно разместились книги, видеокассеты и предметы домашнего обихода. Рядом мини-бар, где можно выпить чашечку чая или кофе. Так теперь выглядит пустующее подвальное помещение. Никто из нас не был никогда дизайнерами, никто не был из нас строителем. Мы все это ремонтировали, сами штукатурили, грунтовали, красили, линолеум стелили, плентуса приклеивали. Все это делали мы активом и еще приходили, помогали работающим молодежи. В отличие от коммерческих клубов, там платить ни за что не нужно. В подвале работают добровольцы из комитета молодежи и делают это безвозмездно и с большим энтузиазмом. Я буду помогать людям, которые сюда приходят, буду показывать детам и чай, гардероб и прочее. Также у нас будут проходиться различные события, в которых я тоже буду участвовать. То есть организую события, ведущий, что-то такое, это все ложится на мои плечи. Я как бы есть здесь планы, хочу провести несколько мастер-классов по художественным направлениям по нескольким. Но вообще это просто место для общения. Где нам общаться? Хотя бы здесь. Настольные игры, мастер-классы и непринужденное общение со сверстниками. Интересное занятие найдется для каждого. Ну я вот думаю, что пойти поиграть, но пока нет места, поэтому попозже потом немного. Я не знаю, общение, наверное, с людьми. Но мне нравятся игры там разные, мы играем. Тематические вечера, просмотр кинофильмов, конкурсы. Программа расписана далеко вперед. Организаторы надеются, что клуб не будет пустовать, и желающих интересно провести свое свободное время с каждым днем будет все больше. Светлана Бореева, Геннадий Устюжанин. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова